Юные учёные из Александровска защитили свои работы в области медицины, социальных и инженерных наук, культурологии и других предметов на традиционной конференции «Золотой Росток Юниор». Познавать мир, естественно, для любого ребёнка. С самого рождения он становится исследователем, пробует, смотрит, ищет, сравнивает. Конференция «Золотой Росток Юниор» юным учёным помогает оформить полученные знания в научные работы и представить их широкой аудитории. Илья Кузьминский – современный ребёнок, и, как многие сверстники, без компьютера свою жизнь не представляет. Мальчик столкнулся с проблемой, его ноутбук перегревался и внезапно прекращал работу. Илья озадачился созданием охлаждающей подставки, правда, сначала попробовал необычные методы. Очень, ну, я бы сказала, смешной вариант. Поставили вот вентилятор, который обычно в комнате ставится, вот. И его положили на стол, и на него просто поставили ноутбук. И включили вентилятор. Ну, он охлаждал, но только вот мало. Ну, не слышал. Инженер за своё изобретение из кемо для ноутбука в одной из номинаций занял второе место. Подойти вплотную к изучению совершенно другой науки – геральдики – решил юный культуролог Иван Криваленко. За основу взял, конечно, родной край. Его работу судьи оценили, присвоив золотую медаль. Я изучал гербы и думал, может, когда-нибудь в будущем ещё один город сам построю. И мне помогут. И мы тогда герб один делаем свой. Развивать таланты у воспитанников Дома творчества педагоги стараются с самого раннего возраста. Границ и рамок для исследований нет. Главное – желание. В этом конкурсе возраст не помеха. То есть главное – хотеть исследовать, иметь хороших помощников в этом вопросе. Ну и я думаю, что всё получится. Лучшие исследователи муниципалитета защищают свои работы на региональном научном форуме «Шаг в будущее». А в прошлом году Александровцы вошли в делегацию Мурманской области на Всероссийском научном состязании в Москве, которое вернулось домой с Большим научным кубком. Также научно-творческий проект объединения «Моделист Корабел», направленный пару месяцев назад в Объединённую судостроительную корпорацию, выиграл грант на сумму 120 тысяч рублей. Эта сумма позволила нам приобрести малогабаритные станки, которые будут в 1 сентября использоваться учащимися в объединении «Моделист Корабел». То есть мы откроем новую программу, где дети будут работать не только с бумагой, но и с древесиной. Обладателем кубка и чемпионом среди образовательных учреждений муниципалитета на этот раз стал Дом детского творчества Снежногорска.